Приветствую вас. Я прочитал ваш текст. Вы знаете, вот первое, на что хочется обратить внимание, это на отсутствие вопроса. То есть вы его не задаете. Вы не задаете вопрос в своем тексте. И просто говорите, помогите разобраться в отношениях. Но, видите ли, отношения строят два человека. И чтобы разобраться именно в отношениях, мне кажется, нужно участие двух людей. То есть вам нужно вместе с мужчиной обратиться к психологу для того, чтобы разобраться в ваших отношениях, в том, как вы друг друга видите. А здесь то, что вы пишете, это скорее ваши отношения. И понятно, что то, что вы написали, это исключительно ваша субъективная точка зрения на то, что происходит. Поэтому, исходя из вашего текста, адекватно оценить ваши отношения нельзя. Но можно адекватно оценить именно вас. Ваше поведение, проблемы, которые проявились с мужчиной и так далее. Первое, что я хочу сказать, это то, что все одновременно и просто, и сложно. Просто в том смысле, что у вас изначально есть, ну были некие завышенные ожидания. И вообще, просто ожидания от человека, с которым вы, значит, ну, встречались. У вас изначально были определенные желания, которые вы пытались удовлетворить за счет него. У вас изначально, возможно, была потребность в неких серьезных отношениях, в семье. Которые вы не хотели брать на себя. То есть, не хотели брать на себя ответственность за то, что вам хочется семьи. Ну, точнее, даже не семьи, а стабильности, как вы говорите. Стабильность это не семья. Нет, вы считаете, что семья как раз таки дает стабильность, но на самом деле нет. На самом деле, семья стабильность не дает. Ну, вы в любом случае, как бы вот, перекладываете эту ответственность за свою потребность в семье на... Вот. Что, конечно же, ни к чему хорошему, в общем и целом, не приводит. Это... Понятно. Вот. То есть, здесь первое, на что нужно обратить внимание, да, это ваши потребности. Которые вы пытаетесь реализовать за счет мужчины. Это первое. Второе. Важность брака настолько сильная, что вы стали заедать. Здесь, конечно, не представляется то, что вам важен не столько мужчина, судя по тому, что вы пишете, сколько брак с ним. И... Это тоже нужно отбирать. Почему для вас так важен брак? Зачем вам это нужно? Что изменится? Когда брак, то есть, некая такая форма отношений, стал чем-то обособленным. То есть, как бы, обособился. Брак обособился... Ну... Для ваших отношений. Стал самоцелью. Почему брак стал самоцелью? И, соответственно, здесь, получается, вы исключили из поля своего зрения, собственно, человека. И, ваше желание что-либо для него, для человека делать. Следующий момент, это то, что вы перекладываете ответственность на человека за свои действия. То есть, не принятие личной ответственности является одной из причин, почему ваши отношения, ну, такие вот, такие деструктивные. Потому что вы не несете ответственность, как бы, за себя. Вы перекладываете ее на мужчину. То есть, вы на полном серьезе обвиняете человека в том, что это из-за него вы начали там, соответственно, есть. Нет. Это был ваш выбор. Вы это сделали. Вы выбирали снова и снова оставаться с мужчиной. Понимаете, какая штука? Какая штука. То есть, проблема здесь в том, что вы не несете личной ответственности за то, что вы делаете. За свои действия. За свои поступки. За свое поведение. За свои желания. Вот. Что касается мужчины, то судя по тому, что вы описываете, он изначально не хотел связывать свою жизнь с вашей браком. И вы его снова и снова заставляли. И вы говорите, что это манипуляция с его стороны. Но очень похожее на то, что это манипуляция с вашей стороны. Ведь именно вы устраивали скандалы, ссоры и после чего он что-то делал. То есть, как бы, все это, как не манипуляция. Дальше. Теперь мы пройдемся по вашему тексту. Я в отношениях почти 9 лет. Мне 30, мужчине 34. Мы не женаты. Как это получилось? Рассказываю. А, смотрите. Какое значение мы имеем для вашей нить? То есть, я все понимаю. Понимаю. Я понимаю, что, ну, там, в принципе, вам, ну, за 9 лет, как бы, пора было бы обзовестись в семью и прочее. Но. Вы говорите. Что 9 лет. Вы в отношениях. Вам 30. Это означает, что с мужчиной вы встретились 21 год. 21. Я, конечно, не знаю. Но. Тена брака. Судя по. Тому, что. Я увидел. Вас начала волновать. В 2015 году. То есть, по сути, 4 года назад. То есть, по сути, когда вам было 26 лет. То есть, по сути, через 4 года после того, как вы начали встречаться. Что изменилось? Для вас. Вы скользко обмолвились тем, что у вас свой бизнес. Вы скользко обмолвились тем, что бизнес у вас не получает. что изменилось. Так. В 2015 году. После сильного скандала по поводу того, что мы не женаты, мужчина делает предложение. Ну вот. Да. Это довольно своеобразный способ. Намекнуть мужчине на то, что вы хотите замуж. Здесь снова всплывает вопрос. Почему вам настолько важно замужество, что вы из-за этого устраиваете скандал? Еще и с ними. Хотели ли вы скандала? Я думаю, что нет. Я думаю, что вряд ли человек любой сознательно хочет скандала. Но, тем не менее, тем не менее, вы его, как по мне, да, вы его устроите. И вы сами это пишите, что я вот скандал устроил. Возникает вопрос. Сильный скандал на ровном месте не возникает. Значит, недовольство. Ваше. Ваше недовольство копилось. Ваше недовольство копилось. И оно копилось достаточно долго. Я не знаю, выражали ли вы его, не выражали ли вы его. Но совершенно очевидно для меня, что на некоторые свои чувства вы забивали. На некоторые свои эмоции вы не обращали внимания. На некоторые свои чувства вы просто, ну, как бы закрывали глаза. Что приводило к тому с мужчиной, что вы не чувствовали себя с ним свободным. Не чувствовали себя с ним естественно. Скандал возникает из-за того, что люди вовремя не выражают своих эмоций, не выражают своих желаний и, и, что важно, не обстаивают потом свою позицию, которую они обозначили. То есть не делают ничего для обеспечения своих, ну, для обеспечения реализации своих эмоций. Дальше. Так, значит, мужчина делает предложение с финансами не располагаем, поэтому было принято решение перенести свадьбу на 2016 год, чтобы подкопить денег. Ну, вы знаете, здесь у меня вопрос к ответственности на самом деле. То есть вот, когда вы говорите, что было принято решение, что свадьба переносится. У меня нет ощущения, что это решение принято вами двумя, ну, вами обоим. Да, у меня нет ощущения. У меня нет ощущения, что вы выступаете, знаете, ну, с такой пассивной стороной. Вот у меня, ну, у меня такое чувство возникло, что вы выступаете пассивной стороной в принятии решений, важных для вас собою. Я могу быть, в принципе, не прав, да, я не претендую на истину, но мне так это видится, потому что уж слишком как-то вот это всё поверхностно изображено, что принято решение перенести свадьбу. То есть, понимаете, в этот момент, да, свадьба уже перестаёт быть неким проявлением, ну, скажем так, развития чувств. Свадьба становится самоцелью, свадьба становится какой-то догмой, косностью, обязанностью. Не только для мужчин, как могло бы показаться, но и для вас. И понятно, что подобная позиция, ну, не сделает никого счастливым. В принципе. Дальше. Баллель наступает шестнадцатый год, проходит февраль, март, апрель, денег так нет, заявления так никто не предлагает подать. Ну, вот тут у меня ощущение, опять же, что вы, как бы, переложили ответственность. Потому что, исходя из того, что вы написали, исходя из того, что вы устроили скандал, мужчина, на мой взгляд, было бы логично, если бы вы, раз вы устроили скандал, и раз, там, благодаря некой вашей активности, ситуация, вот, как-то, ну, приняла такой оборот, то вы сами ее продолжаете, к примеру, спедалировать. Но нет, вместо ничего этого не происходит, вы продолжаете ждать, вы продолжаете ждать, что вам что-то предложат. Что здесь наблюдается некая, к сожалению, пассивность, о которой я говорил. Вот. Дальше. А, значит, так, в итоге я уезжаю к маме и жгу у нее, объясняю, мужчине, что сожительство, вот я больше не хочу. Почему? Почему вы не хотите сожительство? Я не говорю, что вы долгины, сожительство, но почему? Мужчина везет меня в ЗАГС, и мы подаем заявление. Ок, все супер. Ну, опять же, да, опять же, здесь вот есть, знаете, ну, нет ощущения, что вам нужен именно вот сам мужчина, да, нет такого ощущения. Нет ощущения, что вам нужен вот этот ЗАГС, что вам нужна асфальтба, что вам, ну, что вам нужна женитьба. То есть, нет ощущения, что вам даже вот, ну, мужчина сам, вот нет такого ощущения у меня. Понимаете, в чем, в чем, ну, в чем вообще момент, в чем, как бы, суть. То есть, у меня есть ощущение, что вам нужно, нужно только вот, ну, только вот свадьба. По сути, вам нужно стать женой. Вот. И для чего вам нужно стать женой? Почему вы хотите так этого? Это не раскрывается. Дальше. Ок, все супер. И как будто бы вы здесь не обращаете внимание на то, что, а, у вас был скандал, что уже говорит о проблемах в отношениях, в отношениях. Б. Что мужчина позвал, позвал вас в ЗАГС только после того, как вы, там, соответственно, совершили какое-то действие. То есть, такое ощущение, что на это вы в Ненаду свое не обращаетесь. Ну, ну, вы же говорите, да, вот, что, 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 ну, что все супер, все хорошо. Получает. Ну, а, почему вы так говорите? Ну, да, вы получили, вы получили, эээ, вы получили желаемое. Да. Но, проблема-то. Ваших отношений. Это не решить. Проблема того, как, эээ, каждый из вас воспринимает друг друг друга. Это не решить. Это не решает. Главное, это все равно. Вы на это не обращаетесь внимания. Опять. Почему? 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 Брак настолько важен, что сам человек, и то, как он вас видит, он становится неважным. Мы решаем, что банкетов и прочее свадебное бессмыслство мы не хотим. Опять, у меня нет ощущения, что это ваше решение. Потому что, если бы, это было ваше решение, в том числе, что не было бы такой фразы, свадебное бессмыслство. И, ну, есть такое чувство, что вы говорите, ну, не своими словами здесь, есть такое ощущение, что, как бы, говорите не вы, а, вот, непосредственно, мужчина. Непосредственно это его, это его слава. Слава. Ну, косвы на это указывает, конечно, еще и то, что вы говорите, что я, конечно, хотела, ну, торжества. Вот. Так, если вы хотели торжества. Почему же вы не оставили свою точку зрения, свою позицию? Ну, вот. Хотя до этого я очень хотел торжества. И что изменилось? Заявление порвано на июль. Наступает лето, денег такая, так и не особо увеличилось. А что указывало на то, что деньги, деньги увеличатся? Тут его зовут участвовать в два в одном важном проекте, дате которого совпадают подписи и поездки. В итоге он опять приносит на лето 2017-го. Я плакал, мне было плохо. Из-за чего? Из-за чего вам было плохо? Почему вам было плохо? Ведь вы и сами говорите, что денег особо не увеличилось. Мужчины позвали на проект. Деньги, 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 деньги должны появиться. А почему вам плохо? Потому что вы воспринимаете на свой личный счет то, что происходит. Вы воспринимаете на свой личный счет то, что он перенес рост. На свой личный счет. Что это означает? Это означает, что... Условно говоря. Условно. Условно. Это означает. Это означает. Что когда мужчина переносит свадьбу. К примеру. Ваше представление о себе начинает меняться. То есть, вы начинаете думать о себе, образно говоря, хуже в тот момент, когда это происходит. Вот я и хочу спросить. В каких представлениях о себе вы неустойчивы, вы не уверены и нуждаетесь в других людях, в том числе в мужчине? Вам стало плохо. Я стала заедать. Поправилась до тенцины и превратилась в уроки. Ощущение, что человек не понимал, как это важно для меня. Скажите. Вот вы пишите. Я стал заедать. Вопрос. Почему? То есть, вы стали заедать, как бы пытаясь защититься от этого. Пытаясь заглушить. Вы не приняли решение расстаться с человеком. Вы не приняли решение, что это не ваш человек, потому что он не понимает, как это важно для вас, если это для вас важно. Вместо этого вы принимаете решение остаться и заедать. Разве это не ваш выбор? Разве не ваш выбор оставаться с человеком после того, как он явно, судя по вашему сообщению, судя по вашему тексту, явно высказал вам свое неуважение. По сути. Вот это и есть ваши собственные поступки. Это и есть ваше собственное поведение. Это и есть ваш собственный выбор. Ваш выбор не мужчина, который влияет на дальнейшую вашу жизнь, на то, как и что в вашей жизни получается и происходит. Понимаете, какая штука? Вы говорите, что человек не понимал, как это важно для вас. Возможно, он этого и не понимал. Но может быть только лишь потому, что это либо не ваш человек и у вас разная система ценностей. Либо потому, что вы отказывались со своей стороны принять ценности человека, для которого свадьба такого значения, как для вас, не имеет. И вместо того, чтобы принять человека, вы принимали на свой счет просто простое проявление его ценности. Дальше. Идем. Четыре года я слышу, мы же договорились летом свадьба. А то, что это четыре года происходит. Ну так вы отчасти сами это ценности. Это ваше ответственность. Также я постоянно слышала фразы, похудей, чтобы в красивое платье влезть. Ты же сама не хочешь выглядеть плохо в какой день. Я соглашаюсь, но в душе понимание, что это манипуляция. Как я уже сказал, на мой взгляд, вы оба манипулируете друг другом. Что наводит меня на мысль, что чувств между вами уже не осталось. Мне кажется, что вот эта вот тема с браком, она поднялась как раз таки тогда, когда ваши чувства друг другу пошли на убыль. Ну или ваши чувства. Пошли на убыль. Причины. Денег нет. Я толстый проект. Потом мы подаем заявление через интернет на апрель семнадцатого. Но у меня сильная обида и разочарование. Вот. И вы считаете, что за эту обиду и разочарование ответственен ваш мужчина. Это главная деструктивная установка. Потому что, поскольку разочарование и обиды у вас, то именно вы ответственны за них. За свои разочарования и за свою обиду. Потому что разочарование, если оно возникает, разочарование, то у разочарования есть, как бы, свои причины. В основном разочарование всегда лежит ожидание. Ожидание – это желание. Но желание всегда ваше. То же самое касается и обид. То есть, здесь у вас практически полный перенос ответственности на мужчину. Мол, я тебя ждала, ты не выполнил. Но ведь то, чего вы ждали от мужчины, по сути, никогда не было свободным с чем-то. То, что вы ждали от мужчины, по сути, всегда происходило только под вашим давлением. То есть, когда вы на человека давили, что-то происходило. Когда вы на человека не давили, ничего не происходило. И получается, по факту, что вы обижаетесь на человека, потому что он не делает того, что он делает, только под вашим давлением. При этом вы активно не желаете смотреть на корень своих потребностей, на корень своих ожиданий от брака, на корень своей нуждаемости в браке. Вы не желаете на это обращать внимание, хотя это очень важно. Дальше. В апреле, в апреле семнадцатого года, я за один вечер собираю вещи и съезжаю от него. За один день торопись, я съезжаю от него. Вот здесь у меня такое ощущение, что вы боитесь врага. Здесь у меня такое ощущение, что вы боитесь всё-таки стать супругой. И подобное может иметь место быть, конечно, из-за определенного негативного опыта в семье. Там ещё тот факт, что вы сбежали, когда, по сути, до реализации вашей мечты остался один день. Ну, говорит, кроме того, что мечта очень значима. И что, по сути, это стало для вас единственной целью в жизни в какой-то момент. И вы действительно подсознательно боитесь, что она исполнится, а дальше-то что? Ну, там, ребёнок, что вы говорите, да? Ну, действительно, ребёнок, это не так важно. Плюс ещё страх. Страх семьи. Страх-брак. То есть, вы понимаете, да, вот как это происходит? Это происходит так, что человек чего-то очень сильно хочет, потому что ему это важно. Но, по мере возрастания значимости для человека с того или иного, по мере возрастания значимости, возрастает и вовлечённость в это. А вот что произойдёт после вовлечённости в это? Ну, что происходит после вовлечённости. Как правило, человек не знает. Как правило, человек, ну, он... Ему сложно отдавать себе в этом отчёт. И вот то, что вы испугались, да, нужно анализировать. Как, в результате чего произошла такая история, что вы испугались, испугались, испугались. Что вам стал страх. Например. Ну, или просто, почему вы так сделали. Дальше вы пишите. А он ничего не делает, чтобы вернуть. А почему? Скажите, пожалуйста. Почему он должен делать что-то, чтобы вас вернуть? То есть, здесь, опять же, прямая манипуляция уже от вас. Вы специально убегаете и ждёте, что он будет возрастать. Для меня это было с шоком, что человек так легко отпустил, при этом зная, что мне накопились огромные обиды и разочарования. Здесь у вас детское подписство. Потому что вы снова перекладываете ответственно за свои обиды и разочарования на мужчину, считая, что он должен за них отвечать. Это не так. Что касается того, что он легко отпустил, ну, опять же, это оценка с вашей стороны, это оценка. Вы взяли и отчинили действия человека со своей точки зрения. Но я не думаю, что вы будете спорить здесь с тем, что вы ушли, когда вы уходили. Вы ожидали, что мужчина будет вас возвращать. И вы почувствуете свою важность, свою значимость для него. Потому что так вы её не чувствуете, вы не чувствуете свою важность. И за это вы вновь перекладываете ответственность на мужчину. Не раз говорил, что я его таким образом предала, убежала, от него за день на регистрации брака, которая вообще испугалась брака. В общем, в итоге я по факту сама его вернула летом 2015 года. И это было снова ваше ответственность. Это вы его вернули. Вы захотели этого. Вопрос в том, зачем? Зачем? Ну и хотелось бы какой-то комментарий по поводу того, что вы избежали, что вы его предали, что вы испугались брака. Вы никакой обратной связи на это не даете, никак не поясняете его высказывание. А это нужно анализировать причину того, почему вы так поступили. Мы решили начаться заново, но решили отдельно. Нет, никакого заново быть не может, не может. Это миф, что можно начать заново. Почему это миф? Потому что опыт, опыт людей остается. Опыт людей никуда не девают. И когда вы говорите на сирванного, это по сути не значит абсолютно ничего. Потому что ваш опыт, он остается слабым. Этот опыт никуда не девается. Но вы от опыта, получается, хотите отвернуться. Вы опыт пытаетесь игнорировать и, в общем-то, естественно, ничего хорошего из этого не происходит. Этим же летом он сказал, что сделает мне заново предложение подарить кольцо в самое ближайшее время. Это было сказано летом семнадцатого года, гуляя ночью в парке. В итоге проходит год, мы так и знаем, что он ничего не делает, чтобы съехаться опять или подарить кольцо, как обычно. Но и вы ничего не делаете. Понимаете, если уж вы решили мужчину вернуть, если уж вы решили дать ему, грубо говоря, еще один шанс, то почему вы сами вместо этого ничего не делаете? Почему вы ничего не делаете? То есть, получается, что вы за человека держитесь, получается, что вы его не отпускаете, получается, что вы снова и снова даете ему шанс, но при этом ждете, что он будет что-то делать. А мужчина в это время, видя, что вы снова и снова его возвращаете, понимает, именно понимает, что он вам важен, что он вам нужен и зачем соответственно что-либо делать? Вот, для чего что-либо делать? Зачем? Зачем напрягаться, если вы и так полностью принадлежите ему? Согнаете? Зачем? Вот, на мой взгляд, было бы очень здорово, если бы вы ограничили свою ответственность под его, то есть, все-таки для себя определили, за что отвечаю я, да, а за что отвечает он? А то, как-то вот, очень не распределено все. Дальше, значит, в итоге проходит год, мы так и живем отдельно, значит, ничего не делали, чтобы подарить кольцо. Ничего, причина проблем. Никак с работы не платили зарплату. Вот так я начинаю нервничать. Из-за чего? За больше и больше года мы живем отдельно. Почему вас это нервирует? Время идет, ничего не происходит в наших отношениях. А вы что делаете для того, чтобы что-то приходило? Он приезжает ко мне в сентябре восемнадцатого года, кольца нет. Вот видите, наверное, для вас как бы уже важен не сам человек и не желание для него что-то делать, а именно кольцо. Опять после моих слез и скандала, что ты не хочешь жениться, обещал мне предложение подарить кольцо, но его нет, но дара года. Я понимаю, что это выглядит по-детски, но ведь он обещал. Кольцо дарит опять после скандала красиво и дорого. Вот именно это выглядит по-детски. Выглядит по-детски то, что вы перекладываете ответственность на мужчину за свои желания. Выглядит по-детски, что вы требуете от него брака. Но опять же, я говорю, вопрос, почему вам так важен брак? Зачем он вам на глубинном уровне? Что вы хотите себе через брак создавать? От чего и как вы хотите себя защитить? Вот вы где-то писали, что вы до всей этой истории были красивой, стройной и, я так понимаю, уверенной в себе девочкой. Так вот, я не берусь судить насчет вашей внешности, но вы не были уверенной в себе. Уверенный в себе человек не стал бы в таких отношениях находиться. Вы встали. Куплен тур на июль 2019 года, чтобы после роспицы поехать. Заявление не подавали. Теперь у меня нет ощущения, что я хочу за него замуж. У меня четкое ощущение, что он никогда не хотел ничего делать. Ну, по сути, да. Так же и есть. Только вот вопрос, почему вы не хотите за него замуж? Что изменилось? То, что он не хотел для вас ничего делать, это было понятно еще в году в 16-м. По факту я потолстел и из-за этого всего заедал очень сильно. Нет. По факту вы потолстели из-за того, что не желали признать себе, эээ, признать свои желания. И не желали брать на них ответственность. Из-за этого вы потолстели. Из-за этого вы заедали. Теперь он даже никуда меня не берет, говоря, вот похудеешь, я тебя один украсил и буду брать тебя везде. Например, те, кто говорит, что я не возбуждаюсь, что я толстый и он готов бросить меня из-за этого. Так же несколько раз было во время ссоры, сказав им такие слова, ты у меня заставила к тебе приехать. Потом говорит, что это со зла. И это правда. Это правда. Есть ощущение, что вы заставили его приехать. Есть ощущение, что вы вообще на мужчину давите. что-то стоят. Я вас в этом не обвиняю. Происходит все из-за не принятия личной ответственности на себя за то, что вы хотите. И не из-за того, что вы не отдаете себя все-таки, какие у вас внутренние противоречия. Я, конечно, тоже во время ссоры говорил о очень плохих вещах. Вчера, когда было моложе, я истерила также очень сильно, я очень прямолинейно и жестко высказываю. Ну вот, если бы вы такой жесткой и прямолинейной были бы по отношению к себе, было бы вообще хорошо. Получается, к другим людям бы прямолинейно и жестко, а к себе далеко нет. Я в этих отношениях лично мошедан. Правильно. Это не желание, опять же, личная ответственность. Кстати, когда мы познакомились, я была стройной, красивой. Так, рост, стройная девушка, может быть, была параличная КГ, совершенно не критичная. Обычно говорят, что мне надо животик подкачать, ноги. Похудеть не мешало бы. Ну, то есть, это готово, что человек, по сути, у вас такой, как авиас, не принимал уже изначально. И вы затимирились. Вопрос, почему, почему. Скоро лето, что ты носить будешь, это всё очень больно. Это говорит о проблемах с самооценкой у вас. Вот. То, что вы терпели такие его высказывания, да, вот, это оговорение говорит ой, ваши самооценки занижены. Это первое. Второе, то, что это было, как вы пишете, то, что вы пишете, когда вы познакомились, то есть, это было на заре ваших отношений, он уже пытался вас пригнать, поскольку какой-то такой образ, он уже пытался вас принять. Вот. Если он пытался вас принять, значит, он не уверен в себе. Если он не уверен в себе, то получается, что вы выбрали в себе партнера неуверенного в себе мужчины, который не знают от самоутверждений. Если вы выбираете себе такого партнера, это означает то, что вы через него пытались получить то, что не хватает вам. А именно, самоутверждение. Теперь, я плюс 25 кг, разбитая самооценка в дребезге. Ну, она у вас, судя по тому, что вы пишете, не была на высоте, когда вы познакомились. Ощущение потерянного времени. Опять же, из-за того, что вы в ожидании, потому что не желаете брать ответственность за свое желание. Не хотелось стабильности, уже хочется ребенка. Зачем? Вот смотрите, вы говорите, не хотелось стабильности. То есть, по вашей логике, стабильность может быть только в браке. Почему? Откуда такая позиция? А без брака у вас нет стабильности? В чем это проявляется? В чем вы видите для себя угрозу? Вы пишите маму, уже хочется ребенка. Зачем? Зачем? Какое значение вы вкладываете в ребенка? Давайте разберемся. У меня жидкая депрессия. Если у вас жидкая депрессия, вам нужно обратиться к вашему врачу. Врачу к психотерапевту, либо к клиническому психологу, для того, чтобы вам поставили диагноз и назначили лечение. В том числе медико-ментозное, в том числе психотерапевтическое. Он уезжает на работу, я ем, мотивации худеть нет, потому что вы ничего не хотите делать для себя. Все ваши желания связаны с мужчиной, но не с собой. Отберите мотивацию. А зачем? Зачем вам худеть? Зачем что-либо делать? Для чего? Нет ответа на этот вопрос. Вы хотите уйти замуж, вы хотите ребенка. Но где вы, во всей этой цели? Так, я очень хочу купить тебе платье. А-а-а, как что-то ты красивый выглядел. Ну тут вы просто туда проводите, приводите. Сейчас я хожу в одной той же одежде, типа зачем мне сейчас что-то покупать? Я хожу в однице своей женщины и так далее. Но надо сказать, что здесь вот самое страшное то, что мужчина говорит полуправду. То есть, с одной стороны, он говорит вещи адекватные. То есть, мужчина действительно хочет готовиться своей женщиной. Но, с другой стороны, именно ваш мужчина, с учетом того, что вы писали ранее, он это говорит именно с целью вас подчинить и принять. То есть, это не аутентичное рассказывание. И вы это понимаете. Вопрос, почему вы до сих пор с ним? В мой день рождения, когда мне исполнилось 30 лет, он сказал, что хочет уйти от меня, потому что надоело, что он встречает его толстая жена. Опять же, если человек хочет уйти, он уходит. Не говорит о том, что хочет уйти, он уходит. Мужчина, если что-то хочет, он берет и делает. Он не говорит, что он хочет это сделать. Что свидетельствует о том, что это манипуляция. Я сказал, хочешь, уходи. Худеть, чтобы держать мужчину я не буду. Правильно. Худеть, чтобы держать мужчину. Вы не будете, верно, худеть во мной для себя, если вам это важно, если вам не комфортно в своем весе. Но и этого вы не делаете. Он не учел. Почему? Также отмечу, что он купил мне абонемент в секс-клуб, ходит со мной в парке, на тренировке по возможности отказался от сахара, чтобы меня подружить и отрешал мои крупные денежные проблемы с бизнесом. Но черт себе. И к чему вы это написали? Он среди обвиняет кого-то в том, что у нас это так затянуло, что порча надо сделать, что у соседка глаз плохой и прочий бред. Это не брешь, это то есть как у вас, это перенос ответственности. Все его высказывания по поводу моей фигуры, внешнего вида, обвиняяя меня через твоих церквей, у меня нет энергии для тебя что-то делать. Если бы ты не психовала и мне мозг не наносила, то мы были бы женаты, да ладно. Да, 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 да. Этими детями вы выстраиваете вместе с вами стену и отталкиваете человека. Это правда. Это правда. Но вместе с тем, вместе с тем, мужчина сам выбирает с вами находиться, если он не уходит от вас. Так же, как вы выбираете находиться с ним, не уходя от него. И это, это тоже вопрос. Почему, несмотря на то, что вам обоим кажется так плохо, вы выстраиваете все равно вместе. Это созависимое отношение. Про созависимость можете почитать в интернете. Эм, так. Здесь у вас, значит, самоотъемки и непринятие себя. Не хочется ради него быть красивой и стройной. Возможно, вам нужно быть красивой и стройной для себя, а не для кого-то. Значит, здесь вы правы. Эм, я не могу адекватно оценить наши отношения, созависимое. У меня не было отца и не было примера из семьи. Я не понимаю, как строить отношения с семьей. Быть собой. Нет никакого цвета. Вы просто обработаны на быть собой. Вы не являетесь собой, когда перекладываете ответственность за свои желания на других людей. Не знаю точно, что так, наверное, быть не должно быть. Кстати, то, что у вас не было отца, говорит о том, что вы вот тебя сеете к мужчине именно как к отцу. И отношение к нему как к отцу. То есть, вы не реализовали свои детские желания для себя, да? Так что отец вам не помог их реализовать. И вот с мужчиной вы пытаетесь это компенсировать. А это так не работает. И мужчина вас не хочет именно потому, что вы ведете с ним как ребенок себя. Так, дальше. Мне плохо. Из-за чего? Все так дотянулись. Больно от всех его слов и плохих поступков. Вам плохо от чего это нужно раскрыть? То есть, вам больно от плохих слов и доступков. Это вас задевает. То есть, по сути, демонстрирует вам то, от чего вы пытаетесь убежать в брак и в материнство. Да? Я не знаю, как дальше поступать. Чтобы что? Я устал от этого всегда не брать ответственность на себя за свои желания. Ощущение, что ему очень удобно, уменьшить вас на меня. Да, это правда. Даже сейчас он давит на меня. Ты ходить будешь, скоро лето, как на море поедешь. Ощущение, что если человек толстый, он имеет право, в принципе, не знаю, может выходить на море, ездить и вообще куда-либо ходить. Нет, дело здесь не в толстоте, а в том, как человек себя воспринимает. Вы говорите, что вы чувствуете себя уродом, что вы вычисляете себя. Вот в чём дело. А мужчина просто озеркаливает вам ваши отношения к себе. Только что от того, что ему стыдно с социалами ходить? Да, возможно, ему стыдно. Это связано с тем, что он никогда не принимал вас такой, какая вы есть. Это связано с тем, что он изначально вас не оценил такой, какая вы есть. На мое замечание, что я с ним стал толстый, он реагирует агрессивно. Но поднагманулся, он ведь со мной стройный и юный. Смотрите, во-первых, агрессия говорит о том, что он чувствует свою вину, но вы не здесь манипулируете, потому что, так же, как и он, вы пытаетесь обвинить его за то, что делали в принципе сами. Вы не с ним стали толстые, вы сами стали толстые. Потому что это следствие вашего выбора. А глобальная проблема ваших отношений заключается в том, что никто из вас не хочет брать личную ответственность за свои действия. И поскольку к нам обращаетесь вы, что именно вам нужно начать это делать. Об особенности от мужчины. Предсмотреть свои собственные жизненные цели, принципы, ориентиры. И я уверен, что тогда, когда вы станете более самостоятельными, что недостаточно в процессе работы, вам уже мужчина это будет не нужно, скорее всего. А он к вам напротив будет тянуться. То есть, у меня нет ощущения, что вы что-то делаете для себя. Например, ну как бы прямо, но нет ощущений. У меня есть ощущение, что все для себя вы делаете через кого-то. А это работает не так. Ну и то, что у вас не было отца, да, это, конечно, накладывает отпечаток. Потому что, как ребенок, вы не реализовали самотец. То есть, не умение о себе заботиться, не умение себя любить. Вот. Плюс, личностный рост для принятия себя. Вот. Некоторые мысли у вас достаточно бравые. Например, про то, что человек полный, да, он имеет такое же право на силу, как и любой другой человек. Да. Если человек этого не стесняется. Давайте. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен. Если вам понравился, он, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. На этом все. Пока. 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 Продолжение следует...